Без кота жизнь не та, гласит поговорка. Некоторые предпочитают собаку, а то и вовсе какую-нибудь экзотическую зверушку вроде тарантула. Как бы то ни было, мораль тут в том, что животное под рукой это хорошо, даже если это тарантул. И пусть и утрировано, но можно сказать, что именно об этом повествует игра Дарляс Тавяште, или Последний Страж, эксклюзив для PlayStation 4, вышедшая аж в конце 2016 года. Долгострой, которому было бы хорошо выйти пораньше, чтобы заслужить более высокие рейтинги в азах игроков. Хотя рейтинги это далеко не главный показатель игры, тем более что глядя на реализацию, становится понятно, что уж лучше бы она вышла немножко даже попозже, но об этом попозже. Игра рассказывает нам историю мальчика, который неизвестным ему образом вдруг очутился в темном сыром месте рядом с посаженным на цепь гигантским существом. И это существо по внутриигровой мифологии людоед под названием Трико. В общем-то на языке оригинала отделали игру японцы, после чего сразу так должны насторожиться. Так вот, в оригинале название читается дословно как Трико-орел-людоед, хотя это довольно неточное описание существа. С виду он больше похож на кошку с гусиными лапами и крыльями орла. Ну и еще перья есть. Как бы то ни было, это именно что людоед, рядом с которым просыпается маленький мальчик. Я не умею определять возраст на вид, но ему примерно лет 9-10. Хотя столь малый возраст не стал для него помехой. Парень, конечно, испугался, но взял себя в руки и жалость к существу взяла уже верх над ним. Все потому, что Трико не просто привязан, он изранен и стыкан копьями, и крылья его оборваны. Парень решается ему помочь, и начинается геймплей. Честно говоря, я даже не знаю, как строить повествование. Обычно я стараюсь дифференцировать негативные и позитивные стороны игры. Но они тут настолько переплетены друг с другом, что это довольно проблематично сделать. Первое, с чем я столкнулся, это головоломка. Да, вот за это я люблю японские проекты, за нестандартный и не щадящий подход. Тебе особо не говорят, что делать. И так уж получилось, что эта игра меня троллила, знаете так, до самого конца. Например, что делать в самом начале? Да, я нашел три бочки, что с ними делать-то? Неужели скормить существу? Бочки. Скормить. Ну да, сейчас. Однако так и есть. Питается Трико бочками с неизвестным допорой содержимым. Однако сначала нужно вытащить копья из тела, но зверь сопротивляется, огрызается. Я долго искал способа его успокоить, а оказывается, что это не нужно было делать. Это просто декоративный момент. В пересказе это звучит, возможно, чересчур очевидно, но на деле это вовсе не так. Игра действительно заставляет думать. Это замечательно. Ну и немного исцелив и подкормив существо, мы устанавливаем с ним контакт, и начинается основной геймплей. Он выглядит следующим образом. Мы должны идти к цели. Точно не указано куда, никаких записей, журналов и прочих инвентарей нет. Это чисто акробатическая адвенчура с элементами пазла. Самое интересное тут то, что оба героя, а Трика это полноценный герой, имеют сильно отличающиеся размеры. Например, мальчик легко подлезает в крохотную дырочку. Честно говоря, даже не сразу понятно, что он туда в принципе сможет залезть. Понятное дело, что Трика общей площадью примерно в 50 таких вот мальчиков, при всем желании туда не протиснется, придется помочь ему найти иной путь. Открыть ворота или отыскать разлом в стене. Или даже сделать разлом в стене, тоже бывают такие моменты. Чаще, конечно, все-таки ворота. В начале такие задачки будут простыми, но чем дальше в лес, тем веселее жить. Порой поиски и ответы на вопрос, что дальше делать, будут занимать времени в несколько раз больше, чем преодоление препятствий на марше. А последнее тоже весьма интересно сделано. Выбравшись из первой пещеры, мы обнаружим, что от родной деревни мы походу очень-очень далеко. Где мы конкретно, мы не знаем, вокруг древней руины и ни одной живой души. Где-то еще можно пройти пешком, но в целом, даже если здесь когда-то ходили пешком, то те времена безвозвратно ушли. И чтобы, например, попасть вон на то плато, нужно зарядить себя в пушку. Ну или использовать помощь Трико. Да, тут разработчики использовали элемент одной шедевральной игры, Тень Колосса. Парень, не скажу, что ловко, но вполне умело может лазать по зверю. А уж тот может доставить его куда нужно мастерским прыжком раненого лося. Вот и получается, что сперва мы и помогаем Трико, потом Трико нам. И это основная идея игры. Взаимодействие, взаимовыручка и взаимоуход. Я изначально в шутку назвал Трико катапсом, но по факту от собаки в нем лишь верность и иногда издаваемые звуки скуления. В остальном Трико это чистой воды кошка. Какой уж тут орел, это кошка. И тут кошатники привстали. Да, уж мы-то с вами знаем, насколько это неподатливое создание. И те, кто не имели чести жить с этими своевольными существами под одной крышей, возрадовались, когда в определенный момент Трико начал повторять за парнем его действия, выполняя таким образом команды. Да, хотя, наверное, правильнее будет сначала описать, что сам парень может. Игра в некоторой степени напоминает Принца Персии. Нам часто придется лазать по карнизам, по скалам, шагать над пропастью. Честно говоря, высоты тут такие. Даже оригинальный Принц подобное видел лишь пару раз на вершине Башня Азада и Павилона. Разве что Принц 2008 года уже более привыкший, но да ладно. Только вот Принц взрослый, а парень еще совсем мелкий. И потому его потуги будут выглядеть довольно неуклюже. Это мастерски подчеркнуто потрясающей анимацией в игре. То, как мальчик взаимодействует с окружением, постоянно спотыкается, падает, да и акробатические этюды ему даются явно с трудом. Кстати, умереть от падения здесь, конечно, можно, если упасть туда, куда не надо. Но в целом мы способны пережить падение с довольно большой высоты. В этом случае парень, кряхтя, будет около минуты еле двигаться от боли. Но затем, как новенький, поскачет дальше. Никакой шкалы здоровья или выносливости, или еще чего бы то ни было в игре нет. Тут вообще нет никакого интерфейса. В общем, к анимации парня только одна претензия. Почему-то он так странно ходит по условному карнизу, будто на цыпочках. Ну да ладно, это забавно, не более того. Что мы, в принципе, можем сделать? Помимо передвижения, мы можем взаимодействовать с предметами, например, с рычагами, с бочками. Можем подпрыгивать и уцепляться за уступы. Можем присесть, чтобы заползти в труднодоступное место или скрыться из виду, если рельеф позволяет, хотя, как правило, это не работает. И также можем отцепиться, спрыгнув ниже или нырнуть. Всего, по факту, четыре действия. Ну и также доступна кнопка команды. Нажав ее, мы позовем Трику, а зажав, мы можем повторить любое действие, дав понять существу, чего мы от него хотим. Например, указать направление движения, попросить подпрыгнуть, или в некоторых случаях приподняться, отменить команду или же атаковать. Да, тут есть кого атаковать. Судя по всему, цивилизация давно вымерла, людей тут не осталось. Но вот волшебные автоматоны до сих пор функционируют. Хотя механизмов в них нет, и это просто оживленные доспехи. И они при первой же возможности начнут атаку. В Трику они будут метать копья, а мальчика попытаются схватить и утащить. Притом мы можем сопротивляться. На экране будут появляться руны, и нам нужно быстро нажимать любые кнопки, желательно несколько сразу, чтобы они все исчезли быстро. Вообще, я очень не люблю такой вот прием с кнопкой давлением на скорость. А тут мало того, что для выживания это необходимо, так это еще и при гибели, чтобы загрузиться, нужно заниматься тем же. Количество рун растет довольно быстро. Если при появлении первых нескольких можно нажать пару раз пару кнопок, и все, продолжай играть, то замешкайся хотя бы секунд на пять, и все, тебе придется выбивать потом чечетку на геймпаде, чтобы избавиться от заполнивших экран рун. Неудачное решение, как по мне. В бою, кстати, этим тоже необходимо заниматься, даже если тебя не схватили. Автоматоны не встречаются по одиночке, их всегда несколько, минимум трое. И они могут не только бегать за тобой и кидать копьев твоего друга, они еще, блин, колдуют. В этом случае тебя как раз таки окутывает это самое раздражающее поле. Более того, чем больше рун на экране у тебя висит, тем бессмысленнее твои попытки убежать. Мальчик начинает проваливаться в сон, управление больше не слушается и труба дела. И тут, конечно же, на помощь приходит Трико. Могучей лапой он разбрасывает этих жестянок, расшибая их о стены или сбивая с ног. С битвы с ног автоматона мальчик может схватить за голову и натурально оторвать ему башку. В этом случае дух из доспехов выветрится. Однако после боя Трико очень перевозбужден и продолжает прыгать и орать. Тогда нужно успокоить его поглаживанием. Гладить животное обязательно, так оно становится более податливым, наверное. Не знаю, но это очень мило выглядит. Ну и, конечно же, нужно осмотреть животное на наличие копьев теле. Тут игра честно помнит каждое попавшее оружие от каждого автоматона. Также Трико иногда может устроить сюжетную забастовку. Садиться, знаете, и никуда не идет. Это значит, что он голодный. Тогда парень должен найти для него съестные бочки. Да, он таки питается бочками. Точнее тем, что в них, а деревяшке ему, видимо, как нам кожурат картошки. Не страшно. И уже после ритуала кормления можно идти дальше. В момент забастовки парень сам может добраться до бочек, потому что, ну, как иначе-то. Но вот на Марше мы встретим еще не одну такую бочку. По сюжету они не нужны, но для ачивки необходимы. Да и потом, неужели мы не покормим нашего друга? Найти такие бочки помогают порхающие голубые бабочки. Если заметили их, то с очень большой вероятностью где-то неподалеку бочка. И с такой же вероятностью вы до нее не доберетесь без помощи Трико. Она либо высоко, либо скрыта за препятствием, и добраться до нее можно только слаженными усилиями. Хотя это утверждение справедливо для всей игры. Только слаженная работа, и никак иначе. Однако, если вы подумали, что Трико будет беспрекословно выполнять команды, то вы явно не жили с кошкой. И это очень странный опыт в игре. С одной стороны, тебе приносит реальное удовольствие каждая попытка добиться нужной реакции от этого существа. С другой... С другой иногда хочется просто играть. Вот, знаете, сесть и играть. А алгоритмы выполнения команд почти никогда не понятны. Ты можешь хоть обораться, но Трико будет делать совершенно не то, что тебе нужно. Пойдет не в ту сторону, пропрыгает весь путь обратно, в место, откуда вы только что пришли. Не схватит бочку, налетует, та улетит в пропасть. Или еще что-нибудь такое отчебучит. И самое главное, непонятно поначалу, это Бак или Фича. То есть, вроде да, это маленький мальчик и огромное дикое животное. Но, ей-богу, как же это иногда раздражает. Это начинает раздражать еще больше, когда ты понимаешь, что это частично и то, и другое. То есть, и Бак, и Фича. Игра имеет очень противную тенденцию не делать того, что должна. Я натыкался на подобный не раз. И это серьезный недостаток игры. Целый комплекс недостатков, из-за которых порог вхождения может стать непреодолимым. И после него игрок не сможет по достоинству оценить Ласт Гварден. Хотя последний явно того заслуживает. И так, как я уже сказал, загадки в игре примитивны по своей сути. Например, Трико стоит перед запертыми воротами. Мальчик находит путь через лазейки, обходит их, дергает за рычаг, ворота открыты. Идем дальше. По идее все просто. Но лишь по идее. Я уже говорил, что те самые лазейки, как правило, где-то скрыты. Часто нужно использовать Трико как лестницу. Вообще, должен заметить, что для 10-летнего мальчика он держится на этой твари, как заправский тореадор на быке. После таких встрясок и взрослые бы улетели за горизонт вместе с седлом и крепежами. А тут какой-то шкет, мало того, что умело паркурит по перьям существа, так еще и поразительно на нем удерживается. Ну так вот, паркурить тут необходимо. По существу мы будем лазить чаще, чем по руинам. Он тут у нас такая, знаете, передвижная база. Передвижной храм огня. Проблема лишь в том, что паркур этот очень странно выглядит. Мы, допустим, цепляемся за ногу и утыкаемся по карачка. Можно лезть выше, но если Трико сидит, а карачко, знаете, сливается с телом. И, казалось бы, ну, просто лезь. Но нет, он не лезет, потому что ты должен обойти карачок по контуру ноги. Надеюсь, понятно сейчас объяснил. Если ты держишься за его макушку, ты можешь съехать ему на лоб, что вообще выглядит очень курьезно. Часто попытки прыгнуть с Трико заканчиваются мутюками, потому что из-за обозначенных особенностей парень не может этого сделать. И слезть не может, потому что недоработана эта система, просто недоработана. Запороть тут что-то вряд ли возможно, но потерять время, глядя на сюрреалистические трепыхания, это пожалуйста. Именно в такие моменты ты понимаешь, насколько тут туговатое, знаете, управление. Я бы даже сказал, чересчур туговатое. Все потому, что к букету ароматов подключается еще и камера, которая часто берет такие ракурсы, благодаря которым вообще не видно твое местоположение. Оно и понятно, огромное животное в узком коридоре, и крохотный парень барахтается где-то там на нем. Тут либо не будет видно перспективы, либо парня. И это очень частое явление, ты просто себя не видишь и наугад крутишь стики, гадая, откуда же выползет подросток, вот из-под какой части тела Трико. Справедливости ради нужно сказать, что я не представляю, как тут можно было бы решить данный вопрос, особенно в тесных помещениях. Но это не все недостатки игры. Помните, я говорил про загадки? Так вот, несмотря на их примитивность, они кажутся очень сложными из-за полюбившейся нам по куче других игр особенностей. То есть самое, когда ты делаешь именно то, что необходимо, но ничего не происходит, и потому ты думаешь, что неверно понял, ищешь другой путь. И через несколько десятков минут, а возможно даже часов, уже выбившись из сил с крыжеча зубами, перепробовав все возможные варианты, включая повторение того правильного, ты лезешь на ютуб за прохождением, находишь нужный момент и с офигеванием наблюдаешь, оседая в кресле, как игрок делает именно то, что ты уже пробовал делать, но у него это получается. С матами ты пытаешься делать то же самое, и ёкарный бабай! Получается! Бочку мне в задницу! Или не получается, но ты уже знаешь, что именно так и нужно, продолжаешь пытаться, и таки достигаешь результата. Это неимоверно бесит. То есть неочевидность шикарно разбавляется забагованностью. И у меня такое было не то чтобы постоянно, но несколько раз уж точно. То вагонетка не двигается, хотя должна, то Трико неправильно ныряет и не проплывает по тоннелю. Вот конкретно с этой загадкой я натурально час бился, я засекал, хотя это даже не загадка была автоматоном, не в руины. В остальном же неочевидность решения головоломок это плюс игры. Те места, что работают не через задницу, они прекрасны. Да, иногда необходимо крепко призадуматься над тем, куда и как идти. Нырять ли, прыгать ли вверх, а учитывая огромное множество руин на открытой местности, подище пойми, куда конкретно прыгать. Прыжки по руинам тут довольно часто сопровождаются разрушением. И это классно смотрится, когда огромный зверь совершает прыжок и по приземлению опадает так пара башенок, простоявших тут тысячелетия. Упс. Хотя больше меня, наверное, удивляли те моменты, когда разрушений не происходило. Когда держащиеся на честном слове древние колонны и мосты спокойно выдерживали приземление нескольких сотен тонн вредного мяса. Кстати, преградить путь Трику могут не только географические препятствия, но и некие знаки в виде глаза. Не иначе, как тут культ Ктулху побывал. На самом деле, таким знаком древняя цивилизация отгоняла людоедов. Поэтому иногда они тут встречаются, и чтобы провести Трику дальше, нужно от них как-то избавиться. И это не всегда тривиальная задача. Ради этого порой приходится выполнять такие акробатические номера, что дух захватывает. Или же сражаться с автоматонами, использующими такие знаки в качестве щита. Тут приходится бегать, стараясь не попасться, и толкать их в надежде, что стеклянный знак выпадет из рук. А затем придется умудриться его еще и утащить раньше, чем они его поднимут, и попробовать ликвидировать, одновременно молясь, чтобы Трику поскорее пришел и помог. В такие моменты игра и раскрывается на полную катушку. К сожалению, ее очень умело разбавляют уже описанные баги. Ну то есть видно, что игра технически явно не доработана. Это видно и по просадкам в Додотсте, а может и 15, не знаю, кадров в особо тяжелых моментах. Честно говоря, после уверения о грандиозной оптимизации эксклюзивов было странно подобное наблюдать. И ведь тут даже на говнокомп все не свалишь. Вот же ж горк. Но лично мне это совершенно не мешало. Это нечастое явление, да и вполне привычное. Все-таки красоты тут действительно стоящие того, чтобы столь «давайте будем честны слабой» железо заикалось. И действительно, графика звезд с неба не хватает, но она подкреплена потрясающим дизайном всего и вся. От персонажей до окружения. От вида руин, поросших зеленью, дух захватывает. И это не преувеличение. Все уровни сделаны потрясающе, они умело передают атмосферу покинутости. Единственная предъява к окружению у меня такая же, как и ко всем играм с руинами. Люди так не строят. Не факт, что тут жили люди, но вы же понимаете, о чем я, да? Пустые помещения, по которым видно, что они не были жилыми. И на фабрику это тоже не похоже. По той же причине. Они пустые. Руины ради руин. А самое главное, как все это строилось. То есть, я понимаю, тут царит магия, но покажите хоть раз, хоть в одной игре флэшбэк, где эти места строились бы. Покажите краны или левитирующие платформы с волшебным цементом. А то тут, знаете, как-то непонятно. Как же такая красотень-то получилась вообще? Но повторюсь, это нисколько не серьезная претензия к самой игре. Тут очень красиво. И при том радует детализация мира. Бабочки, ящерицы в траве, сама трава. Не бог весть что, конечно, но красиво же. Про анимацию я уже сказал, добавлю только то, что не только мальчик классно анимирован, но и сам Трико. Тут отпадает последнее сомнение, что он спит с кошки. То, как он готовится к прыжку, виляя задом, это просто шикарно. Хотя, как по мне, один дизайнерский просчет все же есть. Освещение. Хотя, возможно, это так и работает в местной HDR, но, по идее, игровые глаза должны привыкать к свету. А тут именно, что порой все слишком уж засвечено, аж сияет. К счастью, это не очень частое явление и на общем впечатлении не сказывается. А вот, что я бы точно назвал просчетом, так это подсказки. Их тут два вида. Первое – обычное текстовое. Нажмите кнопку, чтобы сделать то-то и то-то. Ну, нормальное же явление. На первом обучающем уровне. Но не всю же игру. Есть еще голосовые подсказки. Кстати, так как игра японская, она имеет японскую озвучку, что добавляет еще больше атмосферности происходящему. Сюжет нам излагается от лица этого вот мальчишки, который уже давно вырос и вспоминает произошедшее в стиле «И вот тогда мы с Трику сделали то-то и то-то». И вот если надолго задержаться в помещении, то тебе дадут подсказку голосом мужика с намеком на то, что нужно сделать. Правда, намек этот всегда чересчур размытый, в стиле «Наткнувшись на препятствие, я решил внимательно осмотреть помещение». Я понимаю, что это он таким образом говорит, мол, «Внимательнее смотри, балбес». Но зачем такие подсказки нужны, непонятно. Еще очень странно было посмотреть список заработанных ачивок в конце игры, точнее, не заработанных. Пройти игру за пять часов – это еще ладно. А вот победить доспехи бочкой или нести две бочки сразу одна на другой и прочее в этом духе. Я на них смотрел с мыслью, что так можно что ли было? Ну ладно. А с другой стороны, это отличный повод однажды пройти «Последнего Стража» еще раз. Второй раз даже проще, когда знаешь, что и как делать. Ведь по большей части это очень интересная игра. Красивые и удивительные приключения. С преодолением рушащейся местности, прыжками на огромном звере, сражением живыми доспехами и не только ими. Умилением над тем, как Трико пытается сунуть морду всюду и залезть в каждую дырку не по размеру. С решением задачек и постоянным движением вверх. Самой монументальной башне. Да и сюжет тут хоть и не отличается глубиной, все равно он интересен. Безусловно, здесь понадобится серьезное терпение, и не только по задумке разработчиков, но и из-за недоделанности игры. Честно говоря, из-за всех этих недоработок я метался от впечатления вау, до впечатления, как в эту кривую дрянь вообще можно играть. В итоге я все же решил поместить игру именно в эту рубрику. Все-таки справедливости ради, ни одна игра из нее, как и ни одна игра в принципе, и лишена недостатков. В Гномах тупил искусственный интеллект, Котор 2 вообще был недоделан. В зов к толку 2006 года приходится играть с неведомыми костылями. Все это не помешало им остаться шикарными играми. Думаю, и с последним стражем та же история. И по окончанию игры вряд ли вы пожалеете о потраченном времени. Особенно, если вы любите животных. Ведь эта игра, в общем-то, не про древние цивилизации, а про отношения маленького человека и большого зверя. История о дружбе и заботе. И это явно то, о чем нам всем стоило бы напоминать почаще. Субтитры создавал DimaTorzok